здравствуйте дорогие мои это канал заметки нумизмата рад вас приветствовать зовут меня по-прежнему сергей юрьевич и у меня в гостях мария здравствуйте это одна из наших подписчиц которая задавала мне много много вопросов отвечая на них я понял что они актуальны для многих многих наших подписчиков и вот мы решили пригласить марию в студию спасибо что пришли и постараться ответить на самые самые примитивные самые простые вопросы какие задают начинающие коллекционеры начнем здравствуйте дорогие зрители меня зовут мария и я недавно начала интересоваться темой нумизматики у меня собралась небольшая коллекция юбилейных монет среди которых десятки двушки рубли вот и я хотел бы узнать что они вообще стоят уху интересный вопрос ну современные монеты стоят очень очень недорого но их очень интересно коллекционировать дело в чем что они их может позволить себе любой коллекционер с любым кошельком но поэтому современная ходячка представляет определенный интерес а что такое ходячка ходячка это современные монеты которые находятся в обращении это юбилейные монеты это монеты регулярного чикаго у вас же в кошельке наверняка лежат какие-то монеты вот это есть ходячка понятно что мне вы посоветуете почитать как начинающему коллекционер ну сложно так советовать с чего начать так скажем но вот у меня в руки попал последний выпуск журнал петербургский коллекционер здесь освещаются многие темы по коллекционированию и нумизматики вот листая страницы журнала я обратил внимание на очень интересную тему которая называется очеканки в ссср золотой монеты в 1923-24 годах эта тема созвучна нашим роликом которые мы снимали в этой статье собраны документы которые вполне позволяют составить себе представление о чеканке в ссср золотой монеты в этот период это так называемые сеятелях а что такое сеятеля сеятеля это монета 1 червонец которая была чеканена в 1923 году потом она была отчеканена в 1925 году и рестрейки были отчеканены начиная с 1975 и по 1982 год к олимпиаде московской олимпиаде 1980 года вот но здесь много очень материала который посвящен чеканке царской монеты советский период нам задавали много таких вопросов вот и вот эта статья она позволяет как раз ответить на эти все вопросы но самое интересное что на книжной полке это для меня самое интересное я оговорюсь что на книжной полке питерского коллекционера самом первом ряду стоит книжка владимир николаевич кузнецова монетный брак в ссср к изданию этой книжке мы приложили немало усилий и вот что у нас получилось первые наши подписчицы которая посетила нашу студию я умею дарю кстати по поводу монетного брака интересно а можно ли отличить самостоятельно подшива монету от подлинный но начинающему коллекционеру это трудно сделать у музейных работников у экспертов есть такой термин как насмотренность что он обозначает он обозначает то что если перед вами проходит много 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 материала то на интуитивном уровне вы уже начинаете чувствовать этот материал и увидев так скажем тысячу подлинных монет вы шестым чувством определите неподлинную монету поэтому на первых порах лучше пользоваться услугами настоящих экспертов или хотя бы опытных людей которые могут посоветовать где подлинник а где неподлинник где фальшак где фуфло и так далее вот я смотрю у вас здесь лежит книжка русские снику и монеты тут изображение как из я так понимаю называется чешуя до до петровской монет называется чешуя как получили именно кругу вот монету которым мы сейчас вот видим ну дело в чем дело в том что до петра первых монеты чеканялись из проволоки просто отрубали кусочек проволоки и как бы шлимпелями его раскручивали ударяя по ней и вот получился вот такой вот овальной формы кусочек серебра так скажем с отметками князя который чеканил эту монету так как эта монета очень была похожа на рыбью чешую то соответственно и получил такое название поэтому все монеты до петровского периода называются чешуей еще один вопрос что сейчас в основном собирают собирают сейчас в основном ходячку потому что это наиболее доступно но есть довольно таки большая когорта так коллекционеров которые занимаются российской империи значительно меньше занимаются монетами до петровского периода еще меньше занимаются иностранными монетами почему во первых потому что мало литература по монетам во вторых у нас очень мало настоящих монет средневекового периода не так много монет античного периода не так много монет они не так распространены ну вот не так много монет рима поэтому как-то не пользуется эта тема популярность вот продолжение темы о фальшивых монетах я недавно была в ашане и на парковке не подошли некоторые личности и предложили купить монеты стоит ли вообще брать никогда ни при каких обстоятельствах ни в какое время эти монеты брать нельзя дело в чем дело в том это все китайская фальшивка сейчас эти монеты заполонили все пространство бывшего ссср и предлагают их абсолютно везде около ашана на блошиных рынках на развалах разве что в метро не торгуют особенно интересны киоски союз печати если обратили внимание вот в киосках союз печати продают набора монет вот если монеты иностранные то может быть они еще и подлинные если старые монеты то это сто процентов фальшивые монеты а еще хотел обратить внимание на то что ни в коем случае нельзя покупать монеты на развалах усу около музеев там где вот продают сувениры и всякую подобную туристическую мишуру так скажем дело все в чем что люди приезжая в музей куда-нибудь там в периферийный городочек и больше они туда не вернутся и поэтому для местных аферистов очень большой соблазн продать им что-нибудь такое что стоит очень очень недорого но можно продать очень большие деньги а где лучше брать вот где точно будет нормально брать монеты можно там где вы доверяете людям которые там работают либо же это затем набавшие себя фирмы либо же это известная аукционная ну и там тоже иногда бывает фуфло то есть от этого никто не застрахован но в одном месте большая вероятность приобрести фуфло в другом маленькая вероятность вот и вся разница а можно ли покупать монеты в интернете и можно ли узнать ее подлинность по фотографии ху тоже важный вопрос так скажем почему потому что обычно обычно в интернете продают картинки и сто процентов сказать подлинная монета или нет по этим картинкам весьма сложно вот простые случаи или допустим китайское фуфло отличить конечно же можно но дорогие монеты из золота из платины да и серебра тоже лучше все-таки определять живую понятно а могу ли я вам прислать вот например мне прислали фотографию монеты не слишком дорогой не за миллион вот можно ли вам прислать комментарии прикрепить или в сообщении и вот услышать вашу оценку конечно всегда пожалуйста буду рад ответить а вы собственно и делали в прошлый раз так не помните когда десятки прислали и при десятки хотела спросить что мне дальше с ними делать дальше продолжать собирать или как там можно их продать какой следующий этап следующий этап только лишь только от вас хотите собирайте дальше не хотите откладываете как начало как старт или совсем забывайте про них тоже вариант любые монеты абсолютно любые монеты они со временем становятся только дороже поэтому есть шанс что ваши внуки может быть найдя бабушкину так скажем первую коллекцию ее продадут очень дорого ну вот дорогие мои это был канал замерки нумизмата этот ролик мы сделали для того чтобы ответить на самые самые простые вопросы которые возникают у начинающих коллекционеров поздравляю вас с наступающим новым годом красивых вам монеток удачи вам и крепкого крепкого здоровья в новом году до свидания до свидания